Амперфект Амперфект Один из паблишинги студия Амперфект представляют Михаил Атаманов Задача выжить От автора Дельфины всегда подталкивают утопающих людей к берегу. Это мы знаем еще со времен Эзопа. Все спасенные в море дельфинами свидетельствуют одно и то же. Но значит ли это, что дельфины действительно всегда помогают попавшим в беду людям? Или мы просто не можем узнать истории тех, кого дельфины толкали от берега? Приведенный пример с дельфинами напоминает известную шутку. Все 100% населения нашей планеты имеют выход в интернет? Об этом красноречиво свидетельствуют результаты опроса на сайте компании Google. Теперь, отвлекшись от дельфинов и интернета, посмотрим на существующие фантастические романы. Точнее, даже и не на сами романы, а на их главных героев. Особенно на попаданцев в чужие миры, выживших во всевозможных апокалипсисах. Типичный главный герой мужчины обязательно мускулист, словно конан-варвар. Женщина же непременно настолько божественно привлекательна, что при ее виде не может устоять ни один нормальный мужчина. И те, и другие умеют стрелять с двух рук, разбираются во всех видах современного оружия, а со средневековым стрелковым и холодным ходят даже на прогулку с собакой и пикник с коллегами по работе. В комплекте ко всему вышеперечисленному у героя обязательно третий, как минимум, дан к черному поясу в каком-либо единоборстве, почти всегда научная степень от доктора науки выше, и обязательно есть близкий и знакомый, который прекрасно разбирается именно в том, что будет нужно дальше по сюжету. От знания давно вымершего языка до устройства термоядерного реактора. Если у героя вдруг нет чего-либо из вышеперечисленного, то он непременно компенсирует этот недостаток опытом пребывания во всех горячих точках современности, обилием денег или знакомством с самыми крутыми боссами криминального мира. Много вы знаете своих знакомых, обладающих хотя бы половиной записанных черт? Едва ли. Так неужели герой фантастического романа не может существовать без всего груза непонятно где, непонятно когда и ради каких целей выученных навыков убийства себе подобных и выживания в экстремальных условиях? Неужели герой не может быть обычным человеком? Скучным менеджером-консультантом в магазине или заурядным программистом, причем вовсе не сверхгениальным? Конечно, потребуются определенные условия, чтобы наш персонаж перестал быть никому неинтересной забитой серой тенью, а стал в глазах кого-то настоящим героем. Во-первых, нужны более слабые, чтобы наш персонаж почувствовал необходимость стать лидером и защищать других в условиях, когда все настоящие герои вдруг погибли или находятся непонятно где. Во-вторых, нашему персонажу нужно обязательно оставаться человеком в условиях царящего вокруг хаоса, не поддаваясь искушениям беззакония. Иначе это будет вовсе не герой, а мелкий деспот, паразитирующий на слабых и беззащитных. Едва ли подобный типаж будет интересен читателю. Да и у автора он будет вызывать лишь омерзение и брезгливость. Таким образом, стартовые условия определены. Нормальный человек со своими возможными слабостями и недостатками в критических условиях готовый взять на себя ответственность за жизни более слабых. Итак, начнем. Традиционная памятка от автора. Все персонажи произведения вымышлены и не имеют под собой никаких реальных прототипов. Все описанные в сюжете места автор видел лишь на карте и никогда в реальности не посещал. А потому любые возможные совпадения случайны, и автор не несет за них никакой ответственности. Бегство от смерти. Пылающая дорога. Кто способен понять женщин, способен управлять государством. Анаредо Бальзак. Я лежал на горячем асфальте, прижавшись щекой к колесу пылающей маршрутки. Сильно воняло горелой резиной. Правая кисть распухла. Ладонь соднила из-за многочисленных порезов. Но мерзкий запах, идущий сверху жар, разбитый в кровь кулаки и застрявший в правой ладони осколок стекла, можно было терпеть. Гораздо хуже было то, что расплавленный пластик откуда-то сверху изредка капал мне прямо на спину, каждый раз заставляя морщиться от боли. Я с досадой думал, что новенький пиджак, похоже, на спине совсем прогорел. Еще немного, и тонкая белая рубашка тоже прогорит, и горячая пластмасса будет капать мне прямо на живую кожу. Терпеть с каждой минутой становилось все труднее, но шевелиться было нельзя. Прямо над дорогой висела смерть. «Горит у меня спина?» — спросил я у лежащего рядом на асфальте пожилого мужчины. Пенсионер, не поворачивая головы, скосил глаза и ответил одними губами, «Пламени не видно, но одежда у тебя слегка дымится». «Значит, не горит, только потихоньку тлеет». «Это хорошо». Я сразу почувствовал прилив сил и, сжав зубы, собрался терпеть дальше. Посмотрел на своего соседа, которому тоже приходилось не сладко. Левая рука пенсионера выглядела неестественно вывернутой в локте, похожа на вывих или даже перелом. Рана явно доставляла старику страданий, но он терпел и не терял головы от боли. «Нам нужно отползти подальше от горящей машины. Боюсь, как бы бензобак у нее не рванул», — прошептал мой сосед по несчастью. «Отползешь, как же», — проворчал я, рассматривая лежащие повсюду на асфальте обугленные трупы. «Только шевельнешься и станешь таким же, как все они». «Придется рискнуть. Все равно иначе смерть», — прошептал старик едва заметно, по миллиметру поворачивая голову вбок. «Кажись, двигаться стал их корабль. Да, точно вправо уходит. Через минуту-другую он будет от нас закрыт высоким зданием гостиницы. Это наш с тобой шанс, парень». С моего места колесо и остов горящей маршрутки загораживали проклятый инопланетный летательный аппарат, но я поверил своему собрату по несчастью. Да и терпеть застывающую на одежде пластмассу не было уже никаких сил. Очередная горящая капля как раз упала мне на спину, заставив сжать зубы до хруста. «Необходимо срочно менять место, иначе я просто не выдержу такой пытки». Я повернул голову и осмотрел дорогу. Микроавтобус оказался взорван в подмосковном городе Щелково в самом начале моста через речку Клязьму. Куда тут бежать? Рядом находились лишь искореженные остовы машин, долежащие на асфальте трупы. Совершенно не выход менять одно ненадежное укрытие на другое совершенно такое же. Ограждения моста тонкие, за ними никак не укрыться от безжалостного и такого меткого стрелка. Собственно, мостом этот участок дороги еще нельзя было назвать. Не было тут ни высокого ската обрыва, ни пустого пространства под дорожным настилом, ни тем более воды снизу. Просто огороженный кусок шоссе, ставший сегодня смертельной ловушкой для множества людей. «Готов! Побежали!» Крикнул пенсионер и, вскочив, рванул прямо по дороге в сторону реки. Еще не решив, куда переберусь от этого горящего микроавтобуса, я тоже приподнялся. Быстро осмотрелся и решил, что побегу вон за тот лежащий на боку серый фольксваген. И уже сделал первый шаг, как вдруг тело отбежавшего метров на десять старика разорвало на куски. Горящие фрагменты тела и брызги крови полетели во все стороны. Рядом со мной на дорогу шлепнулась оторванная стопа. Я резко упал на асфальт и закатился под днище микроавтобуса. Сердце испуганно стучало. Я едва не погиб. Всего лишь полсекунды и выскочил бы из-за догорающего микроавтобуса прямо под инопланетные пули. Хотя почему именно пули? Может, враг стрелял каким-то лучом или энергетическим импульсом? Я видел лишь, что неведомый стрелок не промахивается, и каждый его выстрел означает чью-то смерть. Жалко пенсионера, хороший был мужик. Он первым сориентировался в том утреннем кошмаре и повалил меня совершенно обезумевшего от страха, спасая тем самым мою жизнь. С досадой и стыдом я запоздал и сообразил, что за все то время, что мы пролежали рядом на горячем асфальте, так и не удосужился спросить имя старика. Сверху шел сильный жар. Корпус машины шипел и потрескивал. Как бы тут не зажарится заживо. МОБИЛЬНОМИЛЬНЫЙ ГОРОРЕ ПРИКИ